Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Как президентские выборы на Украине могут повлиять на президентские выборы в Соединенных Штатах в следующем году? В этом нам постарается помочь разобраться известный американский политолог, публицист, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. Рад вас приветствовать, Эдуард. Добрый день! Добрый день! Эдуард, в своей статье в Washington Times о выборах на Украине вы ставите в один ряд внешнеполитических ошибок Соединенных Штатов, причем, наверное, глобальных внешнеполитических ошибок Соединенных Штатов. Вы ставите вторжение в Ирак, смену режима в Ливии и смену режима в Киеве, на Украине. Что объединяет, на ваш взгляд, эти события, кроме тысяч жертв, которые повлекли за собой они? Ну, связь заключается в том, что после крушения Советского Союза американские внешнеполитические элиты пришли к выводу, что теперь все события в мире должны подчиняться американским интересам, как они это видят. И если какая-то страна не подчиняется этой доктрине, то у нее начинаются большие проблемы, вот вплоть до смены режима. И мы это видели на примере Ирака, Ливии, Сирии. Ну, Украина здесь стоит несколько особо, так как Украина не представляла, собственно, никакой угрозы, собственно, так же, как и Ирак и Ливия. Но самая главная ошибка Януковича, мне кажется, была не только в его коррупции, конечно, она была, но мы видим, что сейчас коррупция нынешнего руководства еще более такая драматическая, а о том, что Украина отказалась от блокового статуса, то есть стремления вступления в НАТО. И это не устраивало вот эти самые внешнеполитические элизы США, и поэтому цель переворота Майданного была не улучшение жизни украинского народа, не продвижения к свободе и демократии, или в Европу. А цель это, ну, вступление Украины в НАТО, естественно, с Крымом в составе Украины, и это, собственно, и привело вот к тому, что мы сейчас наблюдаем. Эдуард, я хочу привести цитату из упомянутой вашей статьи. Несмотря на то, что под пятилетним правлением господина Порошенко Украина стала самой бедной страной в Европе, судя по словам и действиям официальных лиц США, их выбор остается задействующим президентом. Для его американских покровителей он надежная, известная антипутинская величина, и это все, что действительно имеет для них значение. Но скажите, пожалуйста, разве господин Зеленский не является такой же антипутинской величиной, или ему это предстоит еще доказать? Ну, пока что то, что он говорит, нельзя полностью принимать за чистую монету, так как он, ну, как не будучи политиком, тем более он начинает понимать, что ему приходится заигрывать с разными слоями украинского населения, и если он прямо сейчас откровенно заявит о том, что, ну вот, выполнить те все пункты Минского договора, в частности, предоставление Донбассу некой автономии, то тем самым он может потерять значительную часть голосов. И вот он делает такие заявления, кстати, сегодня он сделал такое заявление о том, что он не собирается предоставлять Донбассу вот никакого такого особого статуса, о котором Донбасс настаивает. Но дело в том, что если у Порошенко уже есть опыт тепилетний, и известно, что от него ожидать, я имею в виду в Вашингтоне, то с Зеленским он может выкинуть какой-нибудь фартель. Он же все-таки актер, комик, и он сейчас говорит это, а потом он может, ну, изменить свои взгляды быстро. И к нему доведения такого нет. И поэтому откровенно совершенно, представитель Курт Уокер и другие, кстати, если проследить за американской прессой, они говорят, что в данном случае лучше Порошенко, поскольку это известный человек, известный русофок, он действует точно все по указаниям из Вашингтона и Брюсселя, поэтому на него можно рассчитывать, ну, без всякого сомнения. А с Зеленским есть некие такие колебания. Можно ли доверять или нет? Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, какова вероятность того, что известное дело Russia Gate в Соединенных Штатах будет переквалифицировано в ближайшее время под Ukraine Gate? Речь идет о открывшихся обстоятельствах вмешательства бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в кадровые назначения во время правления господина Порошенко. Речь идет о смене генерального прокурора Шокина в 2016 году, когда тот открыл расследование против одной из нефтегазовых компаний, Бурисман называется. Одним из руководителей этой компании был никто иной, как сын господина Байдена. Я не думаю, что это будет переквалифицировано с Ukraine Gate, поскольку сейчас намечается совершенно другой Gate. Можно его назвать Obama Gate или Democrat Gate, поскольку сейчас, буквально сегодня, будет зачитан полный текст, ну, за исключением там секретных каких-то нескольких пунктов доклада Мюллера, в котором четко говорится о том, что никакого Russia Gate нет, не было никакого сговора, и остаются какие-то там сомнения насчет препятствия правосудию, но это уже менее значительно, тем более, что генеральный прокурор даже это не смог, в общем-то, доказать. Так что, Украинка, да, был момент, который вы упомянули, не только с Джоном Байденом, а еще украинское посольство активно участвовало в подбрасывании компромата на Пола Манафорта, который уже делался главой избирательного штаба Трампа. Но все это блекнет по сравнению с тем, что намечается, уже, собственно, начался процесс расследования деятельности высших чинов администрации Обамы и спецслужб практически всех, которые пытались не допустить избрания Трампа, они, естественно, хотели добиться победы Хиллари, а после того, как Трамп все-таки победил, делали все, чтобы его совершить процесс импичмента, включая так называемые фейковые досье английского шпиона Кристофа Стилла. И вот сейчас, когда Трамп более-менее разделался с Рашигейт, теперь генеральный прокурор и республиканская партия, они собираются начать расследование того, что все к этому привело. И тут Украина будет играть какую-то роль, но незначительную. Тем более, что, скорее всего, Байден, если он будет баллотироваться, возможно, эта роль как-то усилится. Но если он не будет, то он пока еще не видел, что он будет участвовать в кампании, то тогда, в общем, роль Украины будет незначительной. Но, тем не менее, Байден по рейтингам демократической партии сегодня лидер, за него готовы голосовать более 70% избирателей партии. Никак не скажется, или в большей степени на него повлияет то, что девушки некие стали вспоминать не самые благовидные его действия? Действительно, у него сейчас рейтинг высокий, но он высокий просто потому, что индекс узнаваемости. Он все-таки был в течение 8 лет вице-президент в новостях все время. До этого он был сенатор, влиятельный в комитете по иностранным делам. Поэтому, когда человек спрашивает, его имя приходит первое на ум. Но если он свою кондитутру все-таки выставит, то сразу начнется волна компроматов. И вот эта коррупция о том, что его вмешательство на стороне своего сына и покрывательство его практически открытым текстом, об этом говорит даже Нью-Йорк Таймс, который поддерживает демократическую партию, но говорят о том, что там в этой компании, где его сын работал, там были такие многомиллионные махинации. И, конечно, это сыграет большую роль. Так что я бы мог сейчас предсказать, хотя в политике предсказать вещь довольно рискованно, что, скорее всего, Байден даже не будет выставлять свою кандидатуру. Потом по возрасту. Ему уже будет 78 лет. Это не самый подгоняющий возраст вступления в гонку. Хотя Сандерс такого же примерно возраста. И он сейчас, кстати, идет под номером один. И последний вопрос, возвращаясь к той же теме коррупции в нефтегазовой компании «Бурисмо», вы в одной из своих статей упоминаете еще одну известную политическую фигуру бывшего президента Польши, господина Квасневского. Каким образом он завязан с этим? Ну, дело в том, что так случилось, что когда вот начала майданная революция, и мы знаем, что Квасневский так же активно выступал, так же, как Джон Байден, другие американские конгрессмены, сенаторы выступали на этой площади, на майдан. И в том числе Квасневский, который вот выступал, призывал Украину в Европу, так как вот ценность, слово все время вот такое употреблял, европейские ценности. И вот Украина будет благополучище, экономическое, и вот свобода, демократия. И вот он потом приехал в Вашингтон и выступал здесь, примерно, с такими же идеями в одном из мозговых центров, кажется, это был Карниги. Вот. И потом, ну, я задал ему вопрос, что, наверное, вот разумно, учитывая исторические там связи Украины и России, не только исторические, семейные, религиозные, культурные связи, зачем на пути в Европу рушить все связи с Россией? Наверное, Украине было бы лучше, если бы она поддерживала хорошие отношения и с Европой, и с Россией. Наверное, украинскому народу от этого было бы, в общем-то, гораздо лучше. И он смотрел на меня своими, там, голубими, кажется, глазами, и сказал, ну, надо подумать, вот, я вам обязательно напишу. Я ему дал свою карточку, он дал мне свою карточку, мы обменялись. Ну, и через некоторое время мы узнали, что он, как и сын Байдена, тоже вошел вот в состав директоров этой компании «Бурисма», которая, в общем-то, обвиняется в колоссальных коррупционных скандалах. И не знаю, чем это кончится, поскольку тот прокурор, который проводил, вот, Шокин, это расследование, Байден потребовал, чтобы его уволили. И вот сейчас новый прокурор Луценко, не знаю, он ведет какую-то свою игру, и он начал требовать возобновления этого расследования, а из-за одного обвинил американского посла Марию Ивановичу, что она дала ему список неприкасаемых людей, которых трогать нельзя. И, в общем-то, это, повторяю, если вернуться к первому вопросу, или к тому вопросу о том, насколько это повлияет на выборы в Америке, я думаю, что незначительно, но, тем не менее, то, что это кандидатуру Байдена, скорее всего, уничтожит, это так. Эдуард, огромное спасибо за это очень интересное интервью. Спасибо, всего самого доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова